Подсудимый, 12 серия. Бля, его 12 серий судят, что ли? Он чё, как Орен? Самый быстрый ребёнок в мире. Семилетний Рудольф Блейз Ингрэм пробежал 100 метров за 13 секунд. Чё за херня? Я бегаю быстрее, чем он. Чё в нём быстрого? Так, все Мстители Финал теперь будут обсасывать кучу времени. Пора разбираться. Это имя? Или что это значит? Американские пилоты осмелись вызов бросить русским. Это, видимо, пересказ фильма Топ Ган. Костя Павлов в тренде. Увезли на скорой после эксперимента. Сходил на Мстители. Блядь, меня увезли на скорой после того, как я пил неделю. Вот это действительно контент. Мы пошли в зоопарк. Самый крутой антистресс зоопарк для всей семьи. Во, во, щедрые эти. Сейчас, что такое? Недобряю. О, Дан Балан. Я помню его песню. Лишь до утра. Разыгрываем автомобиль Кахи Лады Калина Спорт. Эээ. Ради Лады Калина даже на среднюю кнопку мыши-то жать не особо хочется. Кстати, эти беременные в 16-е, это насколько постанова? Они там хотя бы рожают на самом деле или нет? Или они с подушкой ходят, а потом дают бэбика, от которого в детдоме отказались, чтобы они поносили его в руках и потом выкидывают. Рожают реальные люди? Но, типа, просто там, ну, типа, настолько очевидно, что их снимают всегда со стороны. И они так всегда удивляются всему, типа, как будто это... Ну, или как я смотрел какой-то выпуск, где, короче, проблема была в том, что пацан постоянно гулял. И он, короче, в течение года в одной и той же бильярдной одним дублем постоянно зависал. На самом деле, беременна в 16-е, основная проблема этого шоу, то, что оно идет час, блядь. Оно может идти 25 минут, ну, серьезно. Типа, мне кажется, она слишком длинная. Его реально тяжко смотреть. Я, короче, видел фильм сомнительного содержания, где идея была примерно та же. Называется жанр Point of View, так сказать. Самая крутая ОПГ. Их боялись все, так сказать. Это, случайно, не дочка Галустяна? Мне кажется, она примерно так должна выглядеть, типа. Без прикола спрашиваю, без попытки кого-то обидеть. Пиздец, чуваки. Ничего не хочу сказать, но... Пипец, у них, конечно, одежда стоит дороже, чем я. Весь вместе взятый. Где им купили эти шмотки? С нами? С нами? Сейчас. Эээ, ты что задумал, Дима? Эээ, Дима, что ты сделал? Как я слезу с этого стула? А теперь попробуй слезть с этого стула. С нами она. Попробуй слезть с этого стула. А как я слезу с этого стула? Это вам что-то писает. Блин, она на меня всегда орут, когда я, короче, ем, и все крошится. Она тоже вся в крошках, это видно. Эээ, не спустите меня! Я все маме и Нонне расскажу. Эээ, вы меня слышите? Ну, держитесь. Так и началось землетрясение в спитаке. Кстати, я что хотел рассказать-то? Помните, я говорил, что у меня стул сломался? Единственная радость моя, это вот стул, который мне подогнали. Варпы. Потому что это единственный стул, от которого у меня не болит спина. Я в любом другом стуле. Он не особо удобный, такой довольно деревянный. От него жопа затекает. Но спина не болит. Для меня это самое важное. Причем не болит она только, когда он максимально прямо стоит. А я его опустил каким-то образом. Короче, назад его никак не вернуть было. Отлетел какая-то пластмасска, короче. Я расстроился. И он назад не вставал никак. И я, короче, подрочился с ним. Что-то там отверткой поковырял. Но ничего не помогло. Я, короче, сел такой, типа, расстроенный. Мол, блин, тем более черрика, который мне его подгонял. Я его контакты потерял. Точнее, он уволился. И уже непонятно, с кем связываться. Я такой сел на этот стул. Короче, грустный такой. Я начинаю качаться на нем туда-сюда. А он, ну, почти, ну, как бы, он так провалился внутрь, что он почти у земли. Я как на кресле каталки, как старик, качаюсь с таким грустным лицом. И бах! Какой-то происходит какой-то пердеж, дикий скрип. И во время одного из этих качков стул встает на место. В то положение, которое мне нужно. Я такой, вау. Блин, классно. Когда заказал посылку с Аликой, спустя 6 минут ждешь, когда она придет. Кто-то пишет, меня беспокоит тот факт, что он смотрит не через щель, которую сделал рукой. Чувак просто читает какие-то мемасы из ВКонтакта. 6 тысяч 2,5 миллиона зрителей. Э, подписчиков. Это за день 500 тысяч просмотров. Седьмое в тренде. 2,5. Мои книги. Так, у него еще и книги есть. Про то, как он мемасы, что ли, блядь, в интернете ищет. Пишу я в жанре фантастика. И если вам интересны книжки и литература в целом, то можете ознакомиться с моим творчеством. Ссылочки будут в описании под этим видео. Спасибо, друзья мои, за просмотр. Всем хорошего настроения. И пока-пока. Милый, почему я тебя раньше не видела? Реальная фантастика в том, что чувак просто с дешевым микрофоном, без всякого монтажа, вот с какого-то паблика ШВТ, по всей видимости, мемы читает. И у него 30 тысяч лайков, потом полторы тысячи дизлайков, 2,5 миллиона подписчиков. Блин, я одни тем занимался в своей жизни. Я даже миллиона не добился. Блин, это напоминает, знаете, что это напоминает? Он мог бы выступать, ну, типа, вместо Задорного. Задорный уже умер, правда? Он мог бы с этими картинками выходить на сцену, короче, и типа, мемасы из интернета, и народ бы уссывался просто. 2-3 миллиона просмотров, лютые приколы, кака-кола. Кока-кола. Нет, по-моему, тут по-другому написано. Кака-кола. В принципе, цвет похожий, так что можно назвать ее и таким образом. Блин, ну, это реально странная тема, в том плане то, что... В мои времена, короче, был популярен плюс 100-500, когда надо было хотя бы видос обозревать. Смешной. Просто читать картинку. Ха. Это же... Это причем самая популярная тема, то есть, ну, типа, реально... Это, короче... А, во, Ержан. Я все думал, про кого все... Типа, мем-то этот, Ержан, Ержан. Это какой-то ребенок. Никогда не понимал этого мема. Что купит бедный школьник на 50 тысяч рублей? Разборки школьника с отцом. Я бы SSD себе купил. Еще один. Ну, блин, не, наверное, это контент для пенсионеров, короче. Мне так кажется. Че-то я так думаю, guys. Типа, нет смысла бомбить. Скорее всего, это смотрят какие-нибудь пожилые люди в интернете, которые порофлить хотят над смешнявками. Им теперь не надо их в интернете искать. Я не люблю такой женский вокал. Сам Дан Балан что-нибудь сделает или нет? Не знаю, мне кажется, короче, музыка тоже испортилась, guys. Ведь была же великая песня лишь до утра, и она была крутой, а это говно какое-то. Так, мистер Ла-Ла-Лошка. Вот, кстати, тренды в играх вообще не изменились. Тут по-прежнему Куплинов, Ла-Ла-Лошка. Майнкрафт, 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 Фифа. Во, это, кстати, вот типично, как я себе представляю, фиферов как бы. Они могут выглядеть по-разному. Некоторые даже вроде как пожилые, но на самом деле они все вот так выглядят на самом деле. CS GO, Майнкрафт, Майнкрафт, Майнкрафт. Как сбежать от ментов, если тебя уже поймали? Майнкрафт. Оказался, Майнкрафт. Бля. Вот он, короче, самый охуенный игровой контент. И при этом Сосологовинов будет рассказывать, что у него самый лучший контент. Покажите ему тренды, блядь. Вот, настоящий качественный контент. Почему, кстати, все школьники любят себя мистер называть? Мистер Диоксид, мистер Лолошка. Странная какая-то хуйня, если честно. Мистер, блядь. Мистер ставит, чтобы случайно не перепутали с миссис. Это, кстати, интересная теория. Реально, таким образом ты как бы сразу говоришь, что мне просто 10 лет, а я не девочка. Да, это музыкальный тренд, посмотрим. Но новый клип Рамштайна дерьмо полное. Видите, я его даже посмотрел. Я и предыдущий клип посмотрел, который меня все время спрашивали. И я не понял, почему такой хайп был. Видимо, люди видят свой астон и сразу взбудоражены. Слава КПСС Теккен. Там и две же наглядки. Кэш не тратил на грядки. Покупаю то, что дорожает. Мой банков в порядке. Роу, Теккен. Ты... Блин, а он продуктивен. Смотрите, еще один клип. И все в трендах. Группа порнофильма называется. На превью ребенок. Гули Нур. Дуи Дима Хир. Какие-то вообще странные музыкальные тренды нынче, гайз. Ничего не хочу сказать, но... Я бы ничего из этого слушать не стал, короче. Наверное, Рамштайн это самое приличное, что здесь есть. Ну, серьезно, если так подумать, то это вообще жесть какая-то. Игра престолов. Да, это что, в натуре драконы есть? Я думал, это образное выражение. То, что это толстожопая мать драконов. Но, похоже, она реально правит какими-то драконами. Это типа фэнтези. А я думал, типа просто какое-то средневековое кинцо. А, трейлер. Блин, Соника в кино. Но я не знаю, кому нужен Соник в 2019-м. Мне кажется, никому. Соника озвучивает Джим Керри. Блин, вот он опустился. Вообще безумие какое-то. Как можно так скатиться было от самого высокооплачиваемого комика для человека, который озвучивает Соника? Он волосатый? Соник волосатый? Фу. Фу, какой он мерзкий. Блять, я не понял. Ведь у Соника же, по идее, вот эта херня, это его шипы. Он еж. Ну, хотя, типа, теоретически он похож на ежа. Типа ежи же волосатые. Нет, Джим Керри не озвучивает, похоже. Все гораздо хуже. Он играет. Если это можно назвать игрой, я думал, он на озвучке будет. Так, это же не настоящий фильм, это Netflix, да? Нет, блять, это настоящий фильм. Нейтрализируйся. Смотрите, что делает его тик. Это, блять, один из хуй. Я даже больше смотреть не могу дальше. Я такого плохого твейлера ни разу не видел. Это просто говно какое-то. О, боже мой, какой кошмар. Я молчу, я ничего не буду говорить про Джим и Керри, которые просто, видимо, в каких-то героиновых запоях. Я не знаю. Про то, как выглядит Соник. Какую музыку они подобрали для этого трейлера. Как это все дешево выглядит. Просто посмотрите даже на этот кадр. Это просто дерьмо. Просто говно собаки, блять, какой-то. Какой ужас просто. Как всегда в конец трейлера вставили лучшую шутку. И если она лучше, то я даже не знаю, как это комментировать. Не, блин. Я думал, что худшим трейлером года будет трейлер Доры-путешественницы. Но там хотя бы Дора-путешественница прикольно выглядит. Это детский фильм. Так, блять, какой смысл делать, блять, детский? Нет, это супер детский фильм. Я могу к нему отнестись как к фильму, который, типа, для детей уровня, который телепузиков смотрит. То есть даже еще до покемонов не доросли. Тогда да, окей. То есть для самых вообще супер тупых маленьких детей. Но проблема в том, что Соник им в хуй не упал, понимаете? Они, блять, понятия не имеют, что это за хуйня Соник. Соник, блять, это говно, которое помним мы, волды, которым под 40 сейчас. Вы че? Соник, блин. Соник, 25-летие Соника было несколько лет назад. 25. Фильм выходит под 30-летие. Вот вечеринка на 25-летие Соника. Блять, Соник настолько старый, что его играет дед какой-то. Посмотрите, он, нахуй, двигаться не может уже. Разве это похоже на трейлер? Кому из детей захочется смотреть на эту, блять... Вот фанаты Соника, блять! И мне 5 лет. Они как фанаты Нинтендо, только еще хуже. Потому что фанатам Нинтендо есть чем гордиться. Напоминает мой выпускной. Напоминает наши с хованским стендапы. Вот эти люди пойдут смотреть фильм. Неужели им понравится скривление Джима Керри, скатившегося на самое дно? Я думал, Адам Сендлер скатился на Адам Сендлер, хотя бы снимается. Для Netflix. Боюсь, фильм будет непонятным. Пошел отлить, наверное. Нет, похоже, занюхать. Хе-хе-хе-хе-хе. Эээ, рот. Бля, не, 15 минут я не выдержу. Давайте я вам лучше бест момент покажу сейчас. С рекламой. Я помню, я просто смотрел уже этот ролик. Сейчас, погодите. Вот это тоже кринж пиздец. Как... Сейчас, короче, Сонику его тёлку выведут, бля, Мисс Китти. Старый импотент Соник даже на Мисс Китти не сможет нормально отреагировать. И, вы знаете, давайте поднимем в шоку. Да, давайте. Хорошо, давайте. Соник. Иди, Соник. Не знаю, что ты думаешь, а мои фигниные видео от Корни. Убери. Это не верно, что это будет очень успешная партнерщина. И, если мы думали о том, ну, вы знаете это. Хе-хе-хе-хе. Сука. Ему такая футболка без баб нужна, Сонику. Как у Гена Быкон... Она его уводит, чтобы он не умер, понимаете, бля. Еле-еле, бля. 25 для ежа. Это, походу, дохера просто. Прикиньте, начи с начинкой. Спонсоры. Че-хе-хе. Тебе, блеванет. Ха-ха-ха. Эта чеса-хе-хе. хе-хе-хе-хе-хе. Просто посмотрите на его лицо. Что же там такое-то? Мне интересно, что он от такого маленького кусочка чуть не обрыгался. Что-нибудь там спермой заправляет. Ой, ну и ужас просто Кстати, вспоминая об Адамни Сэндлере Как ни странно, последняя его комедия Для Нетфликса с этой С Дженнифер Энистон Даже неплохо трейлер выглядел Более-менее забавно Может быть, потому что Энистон до сих пор мил-фа Хотя она уже, наверное, даже Гил-фа Ну, Мордехай надо, кстати, купить Мордехай прикольная тема Я еще на раннем Тесте обращал на нее Внимание Тут клевая расчлененка Та игра от Мэйл, по-моему, не скоро выйдет Поэтому самая она сейчас в Мордехай махаться Нее Короче Рекомендую стримерам Поубивать время Потому что, мне кажется, она Неплохо будет смотреться на стримах Субтитры сделал DimaTorzok